Всем больших приветов! Я не видел тебя так давно, что кажется я и забыл черты твоего лица. И чтобы загладить свою вину, я приготовил для тебя что-то очень интересное, красивое и реалистичное, что даст тебе порцию хорошего позитива и настроения. Так как мы хорошо знаем, что Майнкрафт довольно аристократичен, и чтобы ему помочь избавиться от этого клише, нам нужны подручные средства. А подручные средства это то, что мне сейчас находится под рукой. Пошли покажу, что я смог сотворить. Ну что, думаю стоит начать с новеньких. Есть тут у меня один малыш на примете, который совсем недавно родился на просторах интернета. И зовут его физикс моды, да. Только новоиспеченный претендент, который уже успел навести шум и многих удивить. Блять. Он добавляет в физику блоков при их разрушении. Теперь при ломании блока он будет не тупо исчезать, как в ванили, а он будет расщепляться на множество разных частей. Что кстати реалистично, да-да. К примеру, сломав нижний блок дерева, все дерево также обвалится на десятки разных обломков. Что выглядит достаточно клево. Это работает не только с деревьями, а абсолютно со всеми блоками. Смотрите, как красиво обваливается пещера. И все заваливается обломками. Лайк же, ну. Со взрывами работает та же фишка. Блоки будут подлетать на несколько метров вверх и разлетаться на мелкие частицы. При убийстве животного они также будут разрушаться на части, при том с эффектом крови. Эффект крови, если что, можно выключить. Если вдруг у кого-то гемофобия, да, и кто-то падает в обрак при виде крови. Но вы заранее будьте готовы, что данные разрушения довольно хорошо нагружают систему. Ну, осколки блоков через некоторое время исчезают и все приходит в норму. Также данный мод полностью настраиваемый. Все параметры можно настроить в конфиге мода. Там много всего. Вы сможете изменить время исчезновения обломков, изменить количество объектов, изменить радиус разрушения, отключить разрушения для животных и так далее. Этот мозг, кстати, сильно похож на фэнси блок партиклс. Тем, что там тоже партиклы объемные, и имели физику, и все так же настраивалось под себя. Ну, все, едем дальше, ребятки. Знаете, когда вот ходишь по улице и встречаешь на земле поступки дисциплинированных людей, живущих в нашей стране, там мусор всякий, какие-то камни и другие разные приколы и так далее. Но кто бы что ни говорил, но это уже есть в Майнкрафте. Проект Vibrant Journeys. Мод хорошо сочетается с ванилием Майнкрафтом. Он ничего кардинально не меняет, но очень даже хорошо расширяет возможности Майнкрафта. Теперь в Майнкрафте вы сможете, как и в реальном жизни, встретить на земле какой-то мусор, камни, опавшие ветки, кости, морские ракушки, паутины, кусты. На водоемах можно теперь встретить кувшинки. Новые виды деревьев, новые биомы, где, я уверен, можно для себя найти свое место в жизни. Разные новые декоративные растения. Также здесь есть куча строительных материалов. Материал. И разные предметы, что не даст им заскучать. Чтобы изучить каждый новый материал из этого мода, вам потребуется довольно немало времени, я вам скажу. Новые мобы тоже имеются в данном произведении искусства. Улитки, которые водятся во всех биомах, где есть пресная вода. Мухи. Братишка. Которые есть везде. Как и впрочем, ничего удивительного. Цветочки. Они появляются ночью. Призраки. Да-да, вы не ослышали, здесь есть даже призраки. Но вы можете не переживать, призраки нейтральны, и они вас атаковать не станут. Ну если же, конечно, сами к ним свияться, не подкатить. Спавнится только ночью. Теперь появляется смысл гулять ночью, чтобы встретить данного бюрократа. Они не любят цвет и сразу же исчезают при его появлении. Ребята, мод реально крутой. От всей души вам советую скачать, взять себе на пробу. Е-е-е-е. Ну как вам такое, а? Да, ничего не говори. Знаю, что это круто, красиво, эпично. А все потому, что это Far From Home Amplified. Один из самых красивейших модов на генерацию в Майнкрафте. Если честно, что-то более красивее этого я еще не видел. Майнкрафт для вас откроется в совершенно новом виде. Новые деревья, плавные переходы, качественно проработанный ландшафт для каждого из биомов. А их тут плюс-минус 200 штук. Разные сочетания блоков друг к другу. Грибы, камни, столбы, парящие острова. Очень круто проработанные деревья с округленными переходами. Каждый новый созданный мир с этим модом будет с уникальными биомами и уникальными строениями, отличающиеся друг от друга. Новая обновленная система данжи и пещер. Знаете, когда идет плавный переход от одного биома к другому, это создает по-настоящему эффект ощущения единства и цельности этого мира. Что безусловно погружает и заставляет все больше и больше его изучить. Для любителей ярких ощущений из чего-то нового данный мод безусловно ваш. Так, ребята, готовьте свои ушки и лапки. Вас ждет очень великий и грандиозный мод. Dynamic Threes. Это самый реалистичный мод на реалистичные деревья. Он полностью перерабатывает систему как из самих деревьев, так и корневую систему. С этим модом деревья будут расти как настоящие. И все они будут разной формы. К примеру, если у дерева на пути роста будет какое-то препятствие, то оно с легкостью его обрастет. Скорость дерева теперь зависит от биома и температуры, сырости и влажности. Теперь каждое дерево будет уникальным. Все эти новые ветки, новые листва, которые при падении смягчат урон. Падающие листья. Новый столб дерева, который будет меняться в размере, в зависимости от какой стадии роста он находится. Да, теперь у деревьев есть стадии роста, через которые он будет приходить. Хе-хе, блядь, приходить говорить будут. Куда они тебе, блядь, на чай приходить будут? При ломании дерева, оно будет падать как настоящее дерево, а не парить в воздухе, как потерпевший. Ба, на хуй. Также, чем больше дерева, тем дольше оно будет рубиться. И вообще, эти деревья опасны. Если оно упадет в вашу сторону, то сломает вашу жизнь единого Майнкрафтера. Для каждого дерева есть также его новый крафт. Дерево начнет расти с маленького ростка, постепенно увеличиваясь. Растут ветки, ствол становится шире. Также деревья не будут расти в темноте. Листья, на которые не падает солнце, умрут. Само дерево может начать гнить. Если ходить по листве, то он начнет и проваливаться внутрь. Как я уже ранее говорил, у деревьев есть своя корневая система, которую можно использовать как костную муку. На деревьях можно использовать зелье. Некоторые убьют дерево, а другие ускорят рост. Совсем небольшой мод, направленный в сторону реализма. Faceable Leaves. Шикарно подходит для мода Dynamic Ries. Теперь появляется возможность проходить сквозь листву, как это происходит в нашем реальном мире. Теперь не придется ломать блоки листьев, чтобы добраться до ствола дерева и срубить его. А просто спокойно можно к нему добраться сквозь листву, что сопровождается характерным звуком. Просто послушайте и посмотрите сами. Довольно хорошо погружает, не так ли? Как будто и вправду зашел в густую листву и цепляешься ее в веток. Также проходить сквозь листву может не только наш герой, но и остальные обитатели Майнкрафта. Свинки, курочки, скелеты и зомби. Также вы будете медленно проваливаться, если вы спрыгнете на какое-нибудь дерево. И есть шанс того, что вы сможете получить урон. Так что учтите этот момент. Вот такой вот маленький, но не менее реалистичный мод. Едем дальше. Данный мод и есть сама реальность. Потому что этот мод, который вы сейчас видите, полностью убирает квадратность Майнкрафта. И зовут его, как ни странно, NoCubes. Он полностью меняет модели блоков, сглаживая их, что в корне сильно меняет ее внешний вид. А если добавить к моду какой-нибудь реалистичный текстурпак, ну в моем случае это реалистико, то мы получаем вот такой вот результат. Да, это кардинально меняет Майнкрафт, согласен. Теперь весь мир Майнкрафта будет гладким, с плавными переходами и с отсутствием прямых углов. Эти изменения сделают игру намного реалистичнее, ну и в целом изменит атмосферу игры и ее игровой процесс. Рекомендую поставить какой-нибудь ее мод на генерацию. Опять же, в моем случае это реалистико в World Generation. Эти два мода просто отлично сочетаются. Также, если кому-то этот мод вызывает трудности, ну в плане добычи ресурсов, то ничего страшного. На кнопку О можно отлучить этот мод на время. А потом, как вы закончите свои дела, отключите его снова. Этот мод в обязательном порядке скачать всем. Порталы. Давайте заденем тему порталов. Вы скажете, а что с ними не так, с этими-то порталами? Я вам отвечу, да, в принципе все нормально, но хотелось бы, чтобы эти самые порталы были более реалистичные и удобные. И на этот счет я вас могу порадовать. Better Portals. Изменяя специфику порталов таким образом, что теперь внутри портала видно все, что находится за ним. Первое, это выглядит с визуальной точки зрения куда реалистичнее и привлекательнее, чем в оригинале. И второе, у этого есть также свой рабочий функционал. Вы теперь можете сразу свободно попасть в другое измерение без всяких минутных загрузок. Что сэкономит вам как и время, так и нервы. На этом прелести данного мода не заканчиваются. Это работает как и с порталом ВАД, так и с порталом ВЕНД. И теперь порталы можно строить абсолютно любой формы. Тут уже можно разгуляться по полной. Месье, какой портал вы сегодня заказываете? Может квадратный? Да, давайте. А нет, может все-таки треугольный? Да, можно в принципе. Или все-таки может портал в форме чел... В общем да, все верно. Данный мод отлично сочетается с реалистичным Майнкрафтом. Что добавляет в свое удобство как и с точки зрения функционала, так и визуально заставляет вашей дофаминовой рецепт передвигаться, получая хорошее и позитивное ощущение от вида этих красивых девочек. Хммм... Better Fifth Person. Мод, который немного дорабатывает вид от третьего лица. Теперь появляется такая возможность, как вращать камеру на 360 градусов, вне зависимости от направления ваших действий и движения вашего персонажа. И также его голова, собственно, не будет менять положение, так же как и прицел игрока. И получается, что можно даже таким образом взаимодействовать с предметами, которые находятся перед ним. Что для реалистичных сборок просто необходимо. Познакомившись с атрибутикой данного мода, я выяснил, что данный мод отлично позволит снизить заболевания поджелудочной железы, что может дать хорошую потенцию и здоровое пищеварение. Так что, ребята, пользуйтесь. Для вашего же здоровья стараюсь. Ну и последний мод на сегодня. Additional Structuris наполнит этот мир дополнительными структурами и разными новыми постройками. Ведь обычно в Майнкрафте, не будем врать, присутствует мало всего интересного. А этот мод позволит это исправить и насладиться новыми прикольными вещами, которые хорошо обогатят мир Майнкрафта. Появится множество новых структур, разные интересные постройки, всякие сооружения. Даже можно встретить вылепенного снеговика, пугало, наткнуться на оставленную палатку с костром и деревьями для посиделок, встретить на своем пути заброшенные здания, деревья в пустыне, кусты, поваленные стволы деревьев. Additional Structuris активирует генерацию более 80 декоративных структур, которые появятся во всех объемах и во всех измерениях. В пустыне вырастут храмы и оазисы, в лесах встречаются брошенные лесопилки. Наткнуться на обломки башен теперь не составит никакой проблемы. Одиночные дома, деревецких жителей и алтари ведьм. Уф. Ну и в принципе на этом все. Ролик подходит к концу. Жаль, конечно, что мы вот только что увиделись, а уже снова прощаемся. Ну ладно, не будем о грустном. Мы с вами не навсегда прощаемся, ведь так. Хотел бы я с вами немного поговорить, дорогие зрители моего канала. Нас уже тысяча. И для моего канала это новый этап. А значится, что еще не все потеряно. И у нас есть перспективы на светлое будущее. Я человек простой, вижу Майнкрафт, начинаю монтировать. Ну и как свойственно мне человеку, я желаю всем только добра и позитива. Все моды из этого видео вы сможете найти в описании этого ролика. Кому интересно, качайте, играйте и радуйтесь. И знайте, жизнь она одна, и от жизни нужно брать все. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Глеб Десу. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok